Шарль Перо «Красная шапочка». Перевод с французского Самуила Маршака. Рисунки Дегтярёва. Жила-была в одной деревне маленькая девочка. Такая хорошенькая, что лучше её и на свете не было. Мать любила девочку без памяти, а бабушка ещё больше. Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке. Соседи так про неё и говорили. Вот красная шапочка идёт. Как-то раз испекла мама пирожок и сказала девочке. Сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке. Снеси ей этот пирожок и горшочек масла. Да узнай, здорова ли она. Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню. Идёт она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку, да только он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосейки. Облизнулся волк и спрашивает девочку. Куда ты идёшь, красная шапочка? А красная шапочка ещё не знала, как это опасно останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Поздоровалась она с волком и говорит. Иду я к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла. А далеко ли живёт твоя бабушка? Спрашивает волк. Довольно далеко, отвечает красная шапочка. Вон в той деревне, за мельницей, в первом домике с края. Ладно, говорит волк. Я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придёт. Сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не торопясь. По пути то и дело останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты. Не успела она ещё и до мельницы дойти. А волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь. Тук-тук, кто там? Спрашивает бабушка. Это я, внучка ваша, красная шапочка. Отвечает волк бабушке. Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла. А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка и крикнула. Дёрни за верёвочку, дитя моё. Дверь и откроется. Волк дёрнул за верёвочку дверь и открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил её. Он был очень голоден, потому что три дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улёгся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась. Тук-тук, кто там? Спрашивает волк. А голос у него грубый, хриплый. Красная шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды. И оттого у неё такой голос. Это я, внучка ваша, говорит красная шапочка. Принесла вам пирожок и горшочек масла. Волк откашлился и сказал потоньше. Дёрни за верёвочку, дитя моё. Дверь и откроется. Красная шапочка дёрнула за верёвочку. Дверь и открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит. Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной. Ты, верно, очень устала. Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает. Бабушка, почему у вас такие большие руки? Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя моё. Бабушка, почему у вас такие большие уши? Чтобы лучше слышать, дитя моё. Бабушка, почему у вас такие большие глаза? Чтобы лучше видеть, дитя моё. Бабушка, а почему у вас такие большие зубы? А это чтобы поскорее съесть тебя, дитя моё. Не успела красная шапочка и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил вместе с башмаками и красной шапочкой. Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла красная шапочка, а за ней и бабушка, обе целые и невредимые. Конец.